Зеркало стоит на месте, соответственно, фонарик есть, датчик на месте. Фонарик здесь у нас стоит ровно-ровно симметрично, как и тут. Видите, вот он так вот светится. В темноте потом обязательно покажу, это выглядит очень круто. Запитан он у нас на плафон освещения в салоне. Соответственно, когда вы открываете автомобиль, все это включается. Когда вы заводите автомобиль, все это гаснет. Также при выходе из машины у вас включается подсветка, вы открываете дверь, видите, куда вы ходите. Наша задача сейчас, это этот провод, соответственно, провести по штатным каналам, через гофру, вот сюда. Потом у нас она пойдет за этой панелью, по стойке и, соответственно, под козырьком уже к плафону. Так вот, снять вот эту гофру без снятия двери, это достаточно сложная задача. И, честно скажу, без специнструмента, вот без этого, без этих штук, наверное, у вас, вот без этой особенно. Ты что меня тут слышишь? Наверное, у вас даже не получится. Придется немножко сорвать уголок штатной вот этой шумоизоляции, чтобы залезть туда рукой. Вибру проклеивать внутри мы не будем, мы только сверху потом заклеим еще листом, соответственно, вот такой вот шумки. Вот таким листом мы еще проклеим, вырежем по контуру двери. Ну, резинку нам все равно скидывать. Снимаем ее для того, чтобы кабель непосредственно из гофры вывести уже в стойку. Да, не оторвите провод фишки, отключение подушки передней. Интересно, а тебе это что-то дало? А нам же вот эту фигню тоже разбирать, как на той стороне. Сзади, да? Спереди. Интересно, крыша. А зачем тогда туда уходить? Не знаю. А что там, Антон? Давай, раскручивай, здесь еще будет вот тут. А, тут даже нет болта, как на той стороне. Прикинь, тут просто один этот и защелки, похоже. Клипсы. Там прямо об угол ударился. Ладно, заживет. А что там, еще что-то держит ее. А, ну как обычно, она еще сверху к этой штуке прикреплена. Почему я сказал, что гофру одному не отцепить? Потому что заклепки с двух сторон. С одной стороны, подцепить их легко и надо держать, чтобы они защелкнулись. С другой же стороны, вот этим инструментом, без съемок двери, если хотите сделать, вы, получается, засовываете ее вот так, соответственно, надавливаете, он изгибается и с другой стороны начинает отковыривать защелки. Вот такую штуку это можно сделать. Либо, соответственно, придется тупо снимать дверь. Ну, по-другому, я просто не представляю, как там вырывать это. А может, что крыло снять? А, ну, можно еще крыло снять, согласен. А сколько машин за свою жизнь ты заколхозил? Ну, не менее десяти. Не менее десяти. То есть, в принципе, клипсы это уже твои друзья прямо, да? Защелки, клипсы, провода, все они твои друзья. Установить какое-то доп. оборудование, вот я к этому человеку сразу пойду. Потому что камеру он поставил, паратроники он нашим коллегам ставил, магнитолы только в путь, антенны, видеорегистраторы, все, что угодно проведет, все по штатным каналам, кабелям и так далее. В данный момент подсветка зеркал. Ну и, соответственно, подсветку багажника и шумку, конечно же, будем делать вместе с ним. Да? Да. Конечно. Ты же шумоизоляцию в мазе сделал чётенько? Да, там дилер делал. В смысле, это CX-5, я имею в виду, портфолю. Дилер, да. А ты? Дилер Сергей. А, дилер Сергей. В принципе, все сделано качественно, но не для пользователя, который будет сюда залезать. Итак, по поводу гофры. Собственно говоря, разъем, который мы уже отсоединили, он находится в кузове, вот здесь вот. То есть он заходит туда, и чтобы его снять, соответственно, вот эту синюю, синий фиксатор мы поднимаем вверх и рассоединяем разъем. А как крепится гофра? Раз, два, три, четыре. Блин, я тут сломал. Одна из них уже сломана. Не, случайно. И, соответственно, вторая часть ответная, которая в двери, соответственно, тоже на четырех вот таких вот креплений. И ты ее снимал уже вот здесь, то есть пришлось отогнуть там и немножко порвать штатную шумку, и тут ее выковырить. Правильно? Да. Следующее, что мы делаем. Соответственно, сюда наращиваем провод, пускаем его сюда, так же будем заматывать все это, правильно? Пускаем через гофру, выходит она у нас отсюда, и это, опять же, вообще одна из самых непростых задач, пропустить ее там, потому что там резиновая заглушка с той стороны, правильно? Да. Будем показывать, как это делается? Или пусть сами догадаются? Ну, не то, чтобы мы пролезем прямо внутрь, но вот, что мы видим сами, да, то мы и сделаем. Соответственно, дальше провод пойдет по стойке, там есть штатные кабель-каналы, да. И пройдет сюда, и придет к плафону, к которому у нас уже записан, кстати, один из фонарей, который находится слева. Ну, я уже показывал, что он даже горит. Да, иногда. Когда включаешь? По четвергам. Мне кто-то на канале написал, что что ты фигню занимаешься, типа, как малолетка. Да, друзья, я вам честно скажу, в мои 18, 19, 20 лет у меня не было ни шахи, ни зубилы, то есть не было ни поиграть вот в такие вот, ну, в такой вот колхоз-тюнинг. И сейчас у меня есть эта возможность, у меня есть автомобиль, который мне реально нравится, и у меня есть возможность сделать что-то в нем, то, что вот, ну, то, чего не было возможности тогда. И вот я сейчас, единственное, что сразу скажу, я, если в 18 лет мы все эти ненугуем, красим из баллончика, заматываем изолентой, покупаем все самое дешевое, то сейчас нет. Я делаю все качественно, я буду делать все из хороших материалов, ну, как бы, добросу, ну, как сказать, ну, делать так, чтобы это было кайфово. Я буду делать так, чтобы это было кайфово. На этой машине я хочу еще покататься, я сейчас купил на нее 16-е литые диски, я их тоже сделаю, покрашу прикольно, поставлю на них резину, она вот на 16-х дисках, я сделаю подсветку, зеленую подсветку, поднищу автомобиль обязательно, обязательно подсветку в багажник, шумоизоляцию, шумоизоляцию арок сделаю. И все, наверное, я покатаюсь до следующей весны и этот автомобиль буду продавать. И, кстати, совсем скоро будет видео, как я снова заехал в автосервис и снова на округленную сумму. Вроде бы ничего, вроде бы сцепление, опорники, да так по мелочи, а все это опять выходит. Ладно, в общем, смотрим дальше, как мы колхозим мой партнер, а скоро будет видео об еще одном обслуживании этого автомобиля. Кому интересно, следите. Мы купили одинарный провод, соответственно, мы его скрутили вдвое, и сейчас вот эту петельку после гофры мы выцепим крючочком. Ну вот уже почти, вот уже, да-да-да, и все, собственно говоря, пошло. Сколько провод ты купил для того, чтобы точно провести его везде? Ну, мы купили вот такой вот провод, 10 метров, 0,5 квадратных миллиметров сечения, соответственно, провода. Мы на него вешать будем только диод, в принципе, у него энергопотребление небольшое, поэтому провод, в принципе, слегка выдержит и не должен греться. Отлично. Также, в случае чего, защитит штатный предохранитель от плафона, и в случае чего перегорит он. То есть я не думаю, что провод будет плавиться, даже если будет какая-то прямо штатная ситуация. Ну что, у нас самое сложное, теперь этот провод нужно просунуть в салон. Дело в том, что там в самой двери очень плотная резиновая заглушка, через которую идет коса проводов в кузове, в кузове, в кузове, да, в кузове, не в двери, в кузове, соответственно, да. И в эту плотную-плотную резинку надо засунуть ключ с проводом. Наверное, есть более удобные инструменты, просто у нас под рукой их на данный момент нету, не оказалось. Вообще, можно шилом, конечно, не продрявить. Шилом? Да. У тебя есть шило? Конечно, я без шила из дома не выхожу. Да, вот, ребята, вот это все так непросто. То есть, по сути, можно просто заколхозить сюда провод, кинуть его на изоленту, на дверь под дверную карту, сделать здесь переход, под резинку его убрать и ввести в салон. То есть, здесь просто будет болтаться провод. Но это не наш метод. Серега-дилер делает все по штатным укреплениям, по штатным каналам. И если все это еще и будет работать, вообще замечательно. Ну, пару-то мне погорит. Ладно, как только пропустим провод, суть ясна, да? Там в кузове есть вход, откуда идет коса, где проходит коса. Вот через эту... Смотри, смотри, фокус. Фокус, фокус, фокус. Есть. Я вижу, я вижу уже и вот, черт побери, прошел огонь. Все. Теперь проводим его обратно в гофру, выводим через гофру отсюда и запитываем сюда, соответственно. Надо будет замотать вот так же, вот это мягкое, как это хрень называется? Антискрипт. Ну, вот это моделин. Моделин, да, замотаем его моделином. И сюда будем уже потихонечку сейчас вырезать лист шумки. Все провода, которые мы здесь провели, мы также сделали этим, как его? Моделином. Моделином, то есть никто даже не поймет, что здесь что-то, что-либо есть нештатное. Далее, провод прошел через гофру, засунули его сюда, уже провели везде. Вот он выходит. Вот так вот аккуратненько мы вырезали по контуру лист шумки. Динамик на всякий случай проклеили этим с пленом. И, соответственно, да, самые барабанищие элементы на дверной карте, вот эти вот, мы также поклеили с пленом, ну, чтобы было меньше вибраций. Да не надо, да не надо, это уже колхоз, все, все остальное было штатка, вот это колхоз. Ну что, пошли вставить? Пошли вставить. Надо сначала закинуть сюда. Когда ничего не подойдет. Я тебе сейчас дам, не подойдет. Так ее можно потом вот так вот загнуть в пластик. Ну, смотри. Я все поставил сначала, ну, сюда. Так, клипсы надо, чтобы сошлись. Так, есть, тут клипсы вроде сошлись со штатных. Ну что, там что-то не то. С той стороны что-то. Что мешает? Да, поэтому всем советую, ребят. Что? Не думайте, что. Компания на пидорка работает дебилом. А, сначала колонку, да, здесь надо. Ну вот, соответственно, и все, да? Да, все любят писать. Собираем в обратной последовательности. Да, собираем в обратной последовательности. Все защелки, все закрылось. Помните, да, что там мы специально сверлили в шумке отверстие под болт, чтобы была шумка? Дает дополнительный слой. И дверная карта садится очень плотно. Поэтому важно, чтобы все защелкнулось. Все, что не защелкнется, сначала прижимаем болтами, а потом защелкиваем. Слушай, ни в коем случае нигде ничего не скрипело. Много шумки не надо. То есть не надо там, блядь. Лучше пеной монтажной вот отсюда прям залейте тогда, если вам шлем. Мне вот интересно, нам придется снимать задние двери, для того, чтобы в них шумку положить? Или мы все-таки их так разберем? С учетом, что у меня снимаются кресла, это можно сделать, наверное, и так, да? А будем ли мы делать шумку для задних дверей? В смысле? Че? Конечно, будем. Для задних дверей вот этот барабан мы тоже будем шумить, конечно же. Вот. Действительно, задумывался о том, чтобы продать этот партнер. Так как он у меня весь обслужен по технике без нареканий, я на самом деле думал. Но! Че-то душа просит вот авантюр. Поэтому, кстати, лампочку уже сюда переставили. Беленькая. Душа просит авантюр. Поэтому мы его все-таки сделаем. Ну, все сделали для того, чтобы он был для меня. Вот по кайфу именно. Под мои пожелания. Ну и годик, наверное, еще на нем покатаюсь. Все-таки машина действительно очень практичная, удобная. Поэтому пока менять не буду. Кстати, меня кто-то спрашивал, как-то какое масло заливаю. Ребят, в последнее время заливаю бордаль. Не знаю, отзывы очень неоднозначны. Но так как я меняю масло каждые 6 тысяч, в принципе, урод неплох. Сергей говорит, что у нас самый колхозный момент. Так как все эти провода запитываются в одном и том же месте. И даже без помощи паяльника, да? Да. Ну, это временное решение. То есть сейчас мы, чтобы просто это работало, закручиваем как есть. Конечно, потом будем это все перепаивать, делать по-человечески. Сейчас пока просто пусть они горят. Все, горит. Давай проверим. Теперь стекла. Так. Горит. С той стороны. На всякий случай проверим. Открой дверь. Горит. Есть. Все. Друзья, подсветка в зеркалах установлена. Обязательно вечером сниму кадры. Покажу, как это выглядит в темное время суток. Ну и, блин, я вам скажу. Не самая простая задача. Дверь собрана. Все штатно, все круто. Добавили шумоизоляции. Куда мы едем? Куда мы едем? За шумоизоляцией. Куда мы едем? В автомагазин. Что, как пишут шумоизоляцию на пятую дверь? Да, соответственно, с крышки багажника. На пятой точке было комфортнее. С крышки багажника уже скинули пластик. Туда сейчас закинем шумоизоляцию. И вибро. Туда еще обязательно сделаем вибро. Вот как это выглядит. Мы подходим к автомобилю. Открываем его. И, соответственно, у нас вот такая вот подсветка зоны выхода. Закрываем. Подсветка гастет. Нажимаем. И у нас яркая, качественная подсветка. Сразу видно, куда мы подходим. Закрываем. И у нас яркая, качественная подсветка. 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 Продолжение следует...